Продолжение следует... ...информации по его стоимости и срокам начала продаж. Что у нас здесь есть? Экран 7 дюймов с разрешением 1024 на 600 точек. Здесь у нас TFT-экран. Судя по всему, здесь также будет... Точнее, здесь уже стоит оболочка фирменная TouchWiz от Samsung, но по персонализации она еще, судя по всему, не завершена. Здесь, думаю, будет оформление близко к тому, что мы видели Galaxy Mega и Samsung Galaxy S4. Так, что у нас здесь есть? Операционная система Google Android 4.1. И, вероятнее всего, к моменту продажи она может быть обновлена до уже версии 4.2. Если совсем уже скоро, я думаю, в курсе, что выходит версия 4.3. Samsung в плане обновлений не особо задерживает у нас. Что еще есть? Так, работает устройство на процессоре Samsung. Здесь двухъядерный процессор 1.2 Гигагерца Wi-Fi 3G. Воспроизведение видео в формате Full HD. Предустановленные программы от Samsung. Samsung Apps. Но по программам здесь также чуть-чуть... Немножко победнее, чем мы видели в Samsung Galaxy S4. Судя по всему, это будет планшет бюджетный. Он легко держится в руке. То есть, вполне при наличии связи 3G, можно рассматривать его как габаритный телефон. Если есть гарнитура, то вполне может заменить телефон. Выполнять рабочие задачи, работать с почтой, с графикой. Будет на планшете удобно. Так, настройки здесь у нас остались от прошлых телефонов и планшетов. То есть, здесь не обновленная сама система настроек. Мы ее видели уже ранее. Есть камера. У камеры здесь 3-мегапиксельная камера. Реагирует на довольно быстро. Для видеосвязи 1.3 Мп. Так, по камере, что еще могу сказать? Порадовало то, что остались настройки. У нас экспозиции, яркости. То есть, камеру можно настраивать без необходимости залазить глубоко в настройки. Так, посмотрим, что по памяти у нас здесь. Планшет достаточно легкий. Всего 300 грамм. Габариты 111 на 188 и 9 миллиметров. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч. По памяти у нас, судя по всему, модель идет с 8 ГБ. Также будет доступно 16 ГБ встроенной памяти. Примерно половину занимает сама операционная система и оболочка. Посмотрим по производительности. Устройство набрало 10952 балла. Вполне неплохо для планшета. Более подробно можно будет судить после того, как будет информация по ценам. Пока, к сожалению, у меня ее нет. Посмотрим, как отображается текст. Звук неплохой. Крышка у нас несъемная. Имеется слот для microSD. И, судя по всему, у нас все-таки модель без 3G. То есть, старшей модели будет 4G. Имеется Bluetooth, GPS-навигация, режим энергосбережения. Судя по всему, будет неплохой планшет в бюджетном секторе. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Благодарю вас за внимание.